Врачи узких специальностей провели осмотры маленьких пациентов в Анадыре. Прием вела бригада медиков из Новосибирского национального медицинского исследовательского центра имени академика Евгения Мишалкина. Консультации были организованы в рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». На мониторе мелькают смутные тени, двигаются хаотичные изображения. Только опытный специалист ультразвуковой диагностики поймет, что это сердце маленького пациента. Кардиолог осматривает желудочки, следит за работой клапанов, проверяет состояние миокарда. Кольцо артального клапана. 1,5. Расходящий отдел 2,0. Притихший ребенок лежит на кушетке, стараясь не мешать работе специалиста. Процедура безболезненная, но волнительная. Больше всего переживает мама маленького пациента. Она боится, что сердце ее ребенка с последнего осмотра стало работать хуже. И успокаивается, когда слышит вердикт врача. Для нас имеет значение, есть ли нарушение функции клапана. Есть ли недостаточность или стыноз, то есть сужение отверстия клапана. Стыноза нет, а артальная недостаточность совсем незначительная. То есть это лечить никак не надо, только для наблюдения. Ребенку можно все. Консультации для анадрских детей проводят специалисты из Национального медицинского исследовательского центра имени академика Евгения Мишалкина. На один день в окружную столицу прилетели детский кардиолог и детский врач ультразвуковой диагностики. В это же время во взрослой поликлинике работал кардиолог-аритмолог. Он осматривал взрослых пациентов. Специалисты прибыли в рамках федеральной программы курирования территории национальными медицинскими исследовательскими центрами. Очень востребованы данные врачи, так как они приезжают с головных офисов или врачи высшей категории, имеющие соответствующую специализацию. Они здесь консультируют детей, дают рекомендации. В соответствии с этими рекомендациями мы уже дальнейшую тактику ведения ребенка уже наблюдаем здесь на месте. За один день приехавшие специалисты осмотрели порядка 40 маленьких северян. Это дети, нуждающиеся в консультации с врожденным пороком сердца, те, кто уже перенес операцию, ребята с нарушением ритма и, главное, малыши, которым необходимо оперативное вмешательство. Детей с врожденными пороками сердца очень много. И здесь нужно динамическое наблюдение, потому что сегодня может быть не показано оперативное лечение, через полгода уже показания могут быть. Поэтому мы востребованы специалисты. Вот именно как узкие специалисты, которые могут дать полную картину здоровья ребенка. Да, да. Ну и потом по бюджетному финансированию пригласить к нам на госпитализацию с оперативным лечением. На консультацию к детским кардиологам маленьких жителей Анадры приглашали сотрудники поликлиники. Здесь только те, кто нуждается в регулярном наблюдении или у кого участковый терапевт выявил непонятные шумы в сердце и направил на диагностику. Ну вот мой ребенок, у него вообще в 2018 году обнаружили порок сердца. Случайно обнаружили, когда проходили обследование в Краснодаре. Делали чекап и обнаружили порок сердца. Вот теперь у нас ежегодное обследование, ну, желательно в краевых центрах, в кардиологии. Было очень тяжело попасть в государственную клинику. Вот. И когда я вчера увидела на сайте, то есть я, естественно, приехала с угольных копей сюда и хочу с ребенком попасть. Да, мы даже не знали, что врачи приедут. Мы пришли к педиатру на прием и, ну, медсестра сказала, что приехал кардиолог. Могем сказать, случайно попали. Что хотите проверить у ребенка? Просто проконсультироваться. Ну, пообследоваться. Врачи из Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мишалкина приезжают в Анадрю уже второй раз. Их всегда ждут. Тем более, что своего детского кардиолога в окружной больнице сейчас нет. Раньше, когда у нас был здесь кардиолог, то есть мы могли с ней консультироваться, делать холтер. И по результатам холтера она уже взаимодействовала со специалистами Мишалкина по электронной почте. Но, к сожалению, сейчас его нет. А отслеживать динамику нужно два раза в год. По результатам осмотра двоих детей направили на оперативное лечение. Остальные должны продолжать наблюдаться у кардиологов. У некоторых сердце признали здоровым. И дальнейших приемов у узкого специалиста им не нужно. Между тем, городская детская поликлиника пополняется врачами. В ближайшие дни здесь появится невролог и педиатр. Таким образом, будут закрыты вакансии всех участковых врачей для детей. Владимир Сироткин, Александр Кузьминов, Вести Чукотка.